Умная, хитрая, предприимчивая, а мужчины для неё это бизнес-проект. Как вы думаете, о ком пойдёт речь? Сегодня говорим о Джессике из проекта Холостяк-11. Это ваше любимое разоблачение. Инстаслив на участницу Холостяка. Погнали! Друзья мои, привет! Безумно рад вас видеть на моём канале. Наверняка вы уже знаете, что меня зовут Беспало Мьюзик. Кто-то меня называет главным сплетником в Украине. Кто-то называет меня экспертом. Кто-то называет меня чмошником. Дермищем собачьим. Перемывает косточки, вон, видите ли, тут девочка. Нет, мужик, фу! Успокойтесь, в рубрике Инстасливов что мы делаем? Делимся тем, что мне присылают люди то, что имеет адекватный вид. Я, безусловно, опубликую. Что я могу проверить, я проверю. Но что недоступно для меня в плане информации, я не могу утверждать о стопроцентности полученной инфы. Поэтому, друзья мои, это сплетни. Это рубрика сплетен и разоблачений. Давайте относиться как-то проще. Всё-таки любое обсуждение, любая сплетня, это в первую очередь рейтинг. Рейтинг кому? Нашим дорогим участницам, нашему дорогому Миша Заливака. Узбагуйтесь, наконец-то. Опустите своих псов. А то на меня там понакидывались зайкины подружки, подружани. Которые просто обливают дерьмищем. Девочки мои дорогие. Узбагуйтесь. Я воспринимаю открыто, с любовью, без каких-либо агрессий. Это нормально, что вы говорите обо мне. Я рад, что вы увидели предыдущий слив. И раз зайку так беспокоит вопрос её чистоплотности, и она так неадекватно бесится по поводу моего слива, Это означает, что, наверное, всё-таки имело место быть эскортное прошлое у Юлии Зайки ранее. Не могу утверждать на 100%, но, судя по всему, так оно и есть. Сегодня у нас речь пойдёт об сомнительной, странной и поистине тёмной лошадке проекта Джессике. Бизнес-вумен, предпринимательница, владелица салонов. Но что же скрывает эта милая, импозантная, темпераментная дама? Самое время сейчас вам показать инстаслив, разоблачение, и вместе подумаем, имеет место быть правде в этой истории, или же нет. Богдана, привет! Дивлюсь о твей-канал. Хочу поделитись властным досвидом спелкувания с Джессикою Схолостяку. Знаю її майже 5 років. Дівчина вона непогана, але стосовно роботи та карьєри піде по трупам. На свій салон вона назбирала у заможних чоловіків, з якими мутила. І це теж непогано. Але для неї чоловік – це бізнес-проєкт. І це не має нічого спільного з почуттям та коханням. Вона пішла на шоу, щоб її помітили, і вона знайшла ще більш заможнього. Коли в неї була халепа, я їй допомогла. Коли в мене – вона просто злилася. Нічого особистого, не тримаю злоби. Але, Джессика, це усе про комерцію та гроші. Так, воно в чём дело, дорогая, любимая Джессика. А то я думаю, 25 лет, є салон, вроде всё так в шоколаді, чики-пики. Пришла на проект, такая сильная, независимая. І явно Миша тебе не особо нужен, потому что Миша у нас не бизнесмен, не предприниматель, а обычный, самый обычный, дорогие мои, фитнес-тренер. Это всё объясняет и даёт нам полноценное видение данной картины. Может ли Джессика быть хитрой, коварной и роковой? Думаю, что да. Потому что её типаж говорит об этом. Да, она красивая, да, она не глупая, да, она необычная. Потому что действительно выделяется, и я не осуждаю женщин, которые периодически используют своего мужчину как бизнес-проект. Ну, такое время. И она молодец, что в 25 лет добилась определённых высот. Сам факт, что она смогла реализовать свои потребности просто через мужчин. В качестве инструмента она выбирала мужика, а не свои знания в области красоты. Понимаете? Хотел бы я узнать, какого поля рыбку ищет себе Джессика на сей раз. Потому что можно рассматривать олигархов, можно рассматривать депутатов, дипломатов, консулов, военных. Ну, военных я загнул, конечно, вряд ли у нас зарабатывают большие деньги военные. Только если ты не министр обороны или чего-то там. Ммм, Джессичка. Неплохо, неплохо. Ты действительно умеешь удивить. И почему я верю этой информации, которую мне скинули? Девушка, приславшая мне данный слив, скидывала несколько фотографий с Джессикой. Где явно видно по фото, что они дружат. Боже, так надоела пыль на ноутбуке. Ребята, это просто хана. Подскажите, как можно от нее избавиться. Потому что пользуюсь регулярным ноутбуком и все время, хоть я и протираю влажными салфетками, не протираю, неважно. Скапливается сумасшедшая пыль. Не люблю эту видеть на своей технике. Божечки. Что мы говорили? Мы говорили с вами о Джессике, да? Я верю в данный слив. Имеет место быть информация. Но самое интересное у нас будет впереди. Потому что дальше в следующем сливе я с вами, любимые мои, поделюсь Аней Богдан. И вот Богдан это, конечно, взрыв мозга. Я не ожидал получить такую информацию. Меня даже моментами шокировали откровения о жизни Ани. То, как она себя ведет. Я прям такой, вау, неужели настолько красиво СТБ построили образ Ани, что смогли скрыть и замылить глаза тому поведению, которое есть на самом деле. В общем, будет интересно. Обязательно подпишись. Стань частью моей интернет-семьи. Не забудь комментировать. Потому что благодаря вашей активности видео поднимается в топах. Все больше людей смогут посмотреть наши сливы. Присоединиться к сплетническому комьюнити. У меня есть замечательный телеграм-канал, в конце концов. Всех вас жду. Ссылки на мои социальные сети в описании под этим видео. Сегодня у нас такой был слив на Джессику. И повторюсь еще раз, верю в достоверность данной информации. Ну, это мое восприятие. Теперь интересно узнать ваше мнение. Пишите, пожалуйста, в комментариях. А я говорю, до скорых встреч. Где? Конечно же. Ну, конечно же. На, без палом мюзик. Папа, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok